Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня у нас на повестке дня вновь Escape from Tarkov и легендарная винтовка Мосина, образца 1891 года. Это оружие многие просили меня рассмотреть, хотя лично я не испытываю к нему каких-то особо тёплых чувств. С одной стороны, его легендарность подпирает и нельзя как бы не освещать такие моменты, наверное. Естественно, в реальной жизни это довольно известная винтовка, из которой сделали довольно заметный культ. Но именно это и становится для меня камнем преткновения её использования в игре на какой-то регулярной основе. Культ легендарности, который сложился вокруг трёхлинейки, которая пробивает там метр кирпичной кладки, к сожалению, отражается на ценах внутри игры и, в принципе, вооружение не стоит на месте. То, что было актуально более ста лет назад, на текущий момент времени, конечно, убить может. Но это примерно так же, как орудовать палкой в средневековье против, не знаю, строя арбалетчиков. Поэтому будем сегодня разбираться, насколько эта винтовка подходит для реалий игры, и есть ли у неё какие-то интересные особенности в рубрике «Зато не с топором», где мы рассматриваем дешёвое и, главное, эффективное оружие для бомжерейдов. Ну, по крайней мере, стараемся найти идеальные варианты за не самые большие деньги. Не забываем, что если эта рубрика вам интересна, было бы неплохо поддержать видео лайком и подписаться на канал. Ведь это не последнее видео из серии, да и, в принципе, будем расширять контент по Таркову. Ну, а теперь давайте приступать к винтовке Мосина. Прежде всего, хотелось бы отметить, что у неё есть несколько модификаций. Первый плюс, и, наверное, самый главный, это убойность данного типа вооружения. Это, по сути, винтовка под калибр 7,62, и это очень мощная винтовка. Она позволяет убивать в туловище ваншотом, а такое позволяет себе в основном снайперские винтовки, марксманские какие-то модели, но никак не автоматы. И уж тем более не пистолеты и пистолеты-пулемёты. Если же говорить про сами патроны, это второй плюс. У нас есть огромный выбор этих самых патронов на любой вкус, цвет и кошелёк. Конечно же, на кошелёк. Самое главное. Здесь обстоят дела так же странно, честно говоря. Наверное, легендарность мостинки и витающая вокруг неё мистическая аура отражается на всех аспектах, связанных с этой винтовкой. На патронах в том числе. На мой взгляд, на текущий момент времени актуальны два типа патрона. Может быть, три, но третий под вопросом. Самые основные, на мой взгляд, это ЛПС и СНБ. Также можно рассматривать 7Н1. Вокруг 7Н1 вообще выстроился культ. Это патрон, который пробивает с некоторой вероятностью пятый класс, ну, скорее, после парочки попаданий. И наносит непоправимый урон здоровью при попадании в тулбище. Его урон составляет 86 единиц, а это значит ваншот в грудь и ваншот, естественно, в голову. При этом с пробитием точным четвёртого класса брони, быстрым пятого. Но, на мой взгляд, это не имеет особого смысла, учитывая кривейшие хитбоксы Таркова. Я стрелял этими патронами, в этом видео тоже ими, и, к сожалению, зачастую вам либо не хватит пробития, иногда не хватает на пятый и шестой класс, разумеется, либо же будут кривые хитбоксы. И вместо ваншота в грудь патрон будет исчезать где-то в руках-базуках вражеских персонажей. Поэтому, на мой взгляд, эта цена в 800 рублей за выстрел данным патроном не обоснована абсолютно. Поскольку приблизительно с той же эффективностью, даже с большим шансом фрагментации, вы можете использовать патрон ЛПС. Его ценник порядка 150 рублей, что он на порядок ниже. Можно не опасаться за взятое количество боекомплекта и потерянный худой кошелёк. ЛПСки пробивают четвёртый класс брони нормально. Вот с шестым классом возникают проблемы, пятый после, опять же, некоторого количества возни. Но! Ваншотим в голову, урон 82 единицы, соответственно, ваншотим в грудь при пробитии. И шанс на фрагментацию 18%. В теории, опять же, если не считать баг-модель Таркова, ЛПСки нормально работают против большинства целей в игре. А если вы довольно точный, то в голову убиваете всех. Ну и мой личный выбор — это СНБ. СНБ стоит около 300 с небольшим рублей за патрон, и для криворуких людей вроде бы меня это настоящее спасение. Пробивает шестой класс брони, не застревает в руках и прекрасно справляется с двух попаданий с человеком в грудь. А если вдруг человек вдруг надел на себя, допустим, Алтын, или, не дай бог, какой-нибудь шлем Киллы, то вы спокойно в голову делаете ему ваншот, несмотря на это. Поскольку пробитие шести классов брони — это штука серьёзная. Единственное, опять же, нет ваншота в грудь, ибо урон 78 единиц. Однако, на мой взгляд, это наименее забагованный патрон, который меньше застревает всего в руках, и лично у меня банально нет ожидания ваншота от него, а значит и меньше ошибок позиционирования и прочих моментов вы допустите при его использовании. И стоит он более чем гуманных денег. Следующий плюс данной винтовки — это точность. Нельзя отрицать, что Мосинга — это довольно точное оружие. Единственная проблема здесь заключается в двух маленьких моментах. Первое. Если вы криворукий, то точность этой винтовки вам будет только во вред. Тут, по-моему, очевидно, и ничего добавлять не надо. Это не дробовик с возможностью выстрелил в силуэт и попал. Также не стоит забывать про такой момент, что часто недобросовестные продавцы снимают с винтовки Мосина целик с мушкой, и стрелять с неё становится просто невозможно. Ну, проверяйте эти моменты. Стоимость комплекта этих приборов прицеливания около 1000 рублей, но без них вы не сможете нормально пользоваться винтовкой. А есть люди, которые этим промышленно занимаются. Не знаю, на нервы они выводят или для чего они это делают, но такое встречается. Поэтому не забывайте об этом. Ну и четвёртый пункт. Обрез Мосинки – это очень классный тип вооружения. Это как отдельный вид искусства. Обладая аналогичной убойностью и вполне приемлемой точностью на близких и средних дистанциях, он позволяет ваншотить людей в грудь при определённом навыке стрельбы. Короче, классная тема. Лично мой выбор, наверное, на более короткие дистанции карты. А на длинные дистанции Мосинка имеет ряд недостатков. А теперь как раз перейдём к минусам. Первый и основной минус лично для меня – это цена. Цена. Цена 25 тысяч за пехотную версию без приборов прицеливания нормальных. Это, конечно, перебор. Можно найти и за 20, но тут должно повезти. На мой взгляд, за эти же и деньги или дешевле вполне удобнее будет взять SV-98. У неё гораздо лучше все характеристики, но единственная проблема – нет короткой версии. Так что то, что я сейчас сказал про ценник и прерогативу использования, это всё относится только к пехотной версии Мосинки. Обрез из другой категории. Он имеет смысл. Второе. Эргономика. Минус. Мосинки понятен. Это отсутствие какой-либо эргономики вообще. Если говорить про снайперскую, то это вообще уж там отдельный вид искусства. Относительно можно сделать минусовую эргономику, и это будет максимально весело и неудобно. Опять же, именно из-за этого рекомендую вам обрез на не самые большие карты, и в принципе с ним ещё кое-как можно нормально чувствовать себя. А вот пехотные Мосинки могут подводить в самые неожиданные ситуации. Это и долгое прицеливание, и большая раскачка, и не самые удобные приборы прицеливания, смещённые к дальней части винтовки. И если вы это не учитываете, вы естественно не попадаете в движение. Короче, много проблем с эргономикой, и это надо учитывать. Есть куда более эргономичные вещи, та же СВ-98. Третье. Обвесы. Их нет. Снайперская винтовка неудобная, Мосина стоит конь, а прицел у неё полная дрянь. Обвесов на Мосинку не существует, и в общем-то всё, здесь по этому пункту добавить нечего. Вы можете упрекнуть меня в том, что на Мосинку можно поставить другое ложе и превратить её в какую-то уберпушку, но нет. Тогда проще взять СВД, или какую-нибудь другую снайперскую винтовку, а не извращаться вот с этой вот ерундой, потому что денег вы потратите немеренное количество ради винтовки Мосина с характеристиками хуже, чем те винтовки, которые вы можете взять. В общем, нет в этом никакого смысла. И ещё один минус, это малый магазин и долгая перезарядка. Магазин на 5 патронов. Приходится дёргать затвор, и патрон проваливается, то есть у вас будет 4 после перезарядки зачастую. Долгая перезарядка, очевидно, по одному патрону щёлкать не самый быстрый процесс. И в целом цена ошибки за счёт такого типа заряжания крайне высока, и воевать с винтовкой Мосина против людей на близкой дистанции, нескольких или большого количества ботов, крайне проблематично. Стоит ошибиться в позиционировании, вас задавят и уничтожат на перезарядке. Будьте аккуратны. Есть магазины на 10 патронов, с эргономикой там плохо не становится, есть только один момент, они нужны под определённые ложи, мы их не будем учитывать, поскольку это, опять же, слишком большие финансовые затраты для винтовки Мосина. Пятый минус, на мой взгляд, это крайне высокое требование к скиллу, использующего эту винтовку. Если вы не умеете попадать, то винтовка Мосина будет худшим врагом для вас. Будет гораздо проще использовать калашников и два раза попасть в грудь, чем один раз пытаться попасть в грудь с винтовки Мосина. По головам с ней тоже не так уж и просто будет стрелять, учитывая низкую эргономику и, соответственно, не самое долгое время прицеливания и большую раскачку. В общем, есть очень большие требования к скиллу того, кто использует эту винтовку, и не смотрите на видеоряд, который показываю я, я с ней играть не умею, и поэтому её в том числе тоже не люблю. Я знаю, что моего скилла недостаточно. Есть люди, которые могут себе позволить бегать с винтовкой Мосина. Лично я лучше возьму себе СВ-шку. Мне с ней комфортнее, у неё гораздо удобнее приборы прицеливания, и, в принципе, по цене одно и то же, только гораздо удобнее. Короче, если подводить какой-то вывод, то сама по себе винтовка Мосина не является плохой. С другой стороны, столько альтернатив в виде оружия существует в игре, и если, например, брать патроны 7Н1, то ценник Мосинки выходит слишком негуманный. За там 50 тысяч, условно, что будет стоить вам Мосинка и 25 патронов, 30, вы можете купить огромный вид вооружения, который для бумжерейдов подойдёт в разы лучше. И опять же, есть альтернативы, например, в виде СВ-98, которая стоит также не очень дорого, но при этом во всём лучше, и удобнее в использовании. Но, понятное дело, она длиннее, немного тут надо понимать, куда вы её берёте. На завод точно не подходит. Обрез Мосинки — это, пожалуй, единственная вещь, которая безаполиционно является суперклассной. Я её могу рекомендовать, и если вам хочется пофаниться, и руки растут не из полной попы, а из хотя бы худой, и они у вас золотые, то с ней вы можете навоевать очень много, особенно на СНБХах убивать людей просто веселье. Ну или на 7Н1, если они не фулл золотые. Короче говоря, винтовка Мосина — не самый лучший выбор. Но помните, не бывает неправильного выбора, просто есть альтернативы. Всем удачи, увидимся.